Москва еще раз призывает Европу хорошо подумать, прежде чем поставлять оружие сирийской оппозиции. Об этом заявил по окончании саммита Большой Восьмерки президент России Владимир Путин, чья позиция по ряду вопросов в отношении Сирии не совпадала во всем с мнениями коллег. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отметил в заключительном заявлении, что главной задачей всех остается прекращение кровопролития. Нет тайны в том, что за столом J8 высказывались различные точки зрения, но мы разделяем жизни на важную позицию – положить конец конфликту, помочь сирийскому народу и достичь тех перемен, которых он желает. Также британский премьер призвал сирийцев не допустить политического вакуума, дав понять элите страны, что ее будущее не должно быть связано с пребыванием у власти Башара Асада. Те, кто лояли на Асаду, но знают, что он должен уйти, кто желает стабильности своей стране, должны принять этого внимания, добавил Кэмерон. Со своей стороны, российский лидер предупредил коллег по саммиту, что оружие, которое попадет в руки сирийской оппозиции, может в итоге оказаться в Европе. Несколько слов сказать о нашей работе, о ее результатах. На наш взгляд, любые решения о поставках вооружения оппозиции, основанные на неподтвержденных обвинениях Дамаска в применении химического оружия, лишь дополнительно дестабилизируют ситуацию. Владимир Путин подчеркнул, что поставки поставкам рознь, так как Россия поставляет оружие легальному правительству по легальным контрактам. Разногласия между лидерами западных стран России на лицо передает и слог Эрна, корреспондент Евроньюс. Но неясно, будет ли поддержка Владимиром Путином призыва к мирному решению сирийской проблемы столь же весомой, как и приверженность Москвы поставкам оружия режиму Башара Асада.